во время колонизации во время вот именно коммунистического режима уничтожались книги наши учителя там ученые да все были сосланы убиты когда уже получили независимость мы то есть начали с нуля изучать ислам в этот момент пришли разные течения пришли в разные джамагаты которые стали преподавать нам ислам но никто не спросил какой у нас ислам какой ислам был у наших предков никто не спросил как они преподавали как они себя держали какая была духовность руханья какими они были великими учеными какими были аулия каждый пришел навязывать свою именно идеологию свое видение ислама это и арабское и пакистанское видео и турецкое видение то есть каждый приходится и восхвалять своих шейхов в своей книге и многие в этот момент заблудились или пошли за теми джамагатами которые начали преподавать и обучать исламу программа государства рухани жангру правильно должна переводиться что это духовное возрождение поэтому духовное возрождение должно начаться с того чтобы мы обратились к своим корням к своей истории к истории своего ислама к истории наших предков мы должны вернуться к своим корням наши корни естественно наши предки приняли ислам через тасауф через науку суфизм через науку их сам это вот наука духовности наука очищения сердца и то что в казахстане очень много а влия очень много начиная от шейха ахмед я совы тарика тессовые начиная о том что у нас стране очень много святых даже женщин это и думала хана и хороша шана и гаухара на то есть в каждом регионе были святые наши матери то есть это были богобоязненные там были уже умнейшие люди того времени поэтому казахстан у казахов это аулия мы их называли поэтому у нас их очень много в каждом селении в каждом ауле был такой человек и он как раз про проповедовал к тот ислам который приносит мир который приносит пользу людям то есть от таких людей не было никогда вреда не было там воин не было вот этого то что сейчас допустим мы видим вот это вот идеология такфира идеология джихада это вообще не было среди нашего народа у нас все время ислам был мирный ислам помогал развиваться люди то есть помогал брать знания помогал именно очищаться духовно и вот это все то что мы видели среди нашего народа среди вот каждый аул это было рот отдельный и там был свой хальпе хазрет и шан то есть вот этот рот который следовал тому что он там проповедовал поэтому ислам у нас был очень высокого уровня духовности